F5E, ямбовый самолет на БР-10-7, представлен на светах развития авиации США и Китая. Всем привет, с вами Митич и спонсор этого обзора человек с ником JustD. Спасибо за поддержку, друг. Итак, в чем же плюсы этого самолета? Хорошая динамика и прекрасная маневренность. В отличии от премиум F5C, он имеет более мощное вооружение, как для воздушных боев, так и для совместных. Ну и, конечно, здесь установлены более мощные двигатели, благодаря которым можно без проблем крутить тех же премиум собратьев. По ракетам тут, конечно, все грустно, но лучше, чем у премиума самолета. Здесь у нас установлены две ракеты AM9J или AM9P, накидается. Таким вооружением, конечно, никого не удивишь на БР-10-7, тут у некоторых четыре всеракурсные L-ки имеются. Но самое главное преимущество – это дикая маневренность. Самолет отлично отворачивает, может перекрутить любого противника, и проблемы будут, наверное, только со шведскими реактивами. Еще у нас здесь есть хороший запас ЛТЦ, ну, точнее, запас вроде как небольшой, зато они откидываются по одной, что дает нам банально больше сбросов этих самых ЛТЦ. Диполи я на этом самолете в основном не брал, ну, а если и брал, то, мне кажется, они мне никогда не пригождались. Так как в основном все равно я старался летать у земли, а от ранних пар ракет можно спокойно вернуться и так. По тактике я ориентировался от боевого рейтинга, которым попадаю. В основном наш самолет попадает вверх по БРу, и нашими противниками будут самолеты сильно слабже нас. Здесь я старался действовать моим любимым образом. Летел на средней высоте и пытался открывать тех, кто летит бомбить базы, либо челиков, что летят у самой земли. Ну, в крайнем случае, охотился на тех, кто пытается охотиться на наших бобров. В общем, как-то так. Ну, не скажу, что это было уж очень эффективно, так как все к ракетам нашим привыкли и хорошо смотрят по сторонам. Бывало, что обе мои ракеты уходили на ЛТЦ, и оставалось рассчитывать только на мои пушки. А пушки здесь, конечно, печальные. Их всего две. Ну, и, конечно же, в маневр на бою один на один этого хватит. А вот свалки, где желательно убить врага с одной очереди, это очень грустно. Зачастую я получал криты, ну, в смысле, давал криты или попадания, и уходил в итоге с помощью. Так как наши союзники не упустят возможности кинуть ракету сбитого врага, а враг не будет откидывать ЛТЦ, ведь ему уже плевать, он и так сбитый. В общем, ребята, не надо стелить врагов. Хотя, бывают, знаете, всякие разные вартандры. Сейчас, например, как-то переделывали за счет фрагов воздушных РБ. Но теперь, похоже, если двое атакуют противника, он засчитывается первому, кто нанес больше повреждений этому врагу. Даже если решающее попадание сделал второй игрок. Странно, но ладно. Я, по крайней мере, очень часто такое замечал. Я думаю, вы тоже такое заметили. Ну и продолжая про F5E, могу сказать, что, играя в прайм-тайм, я офигевал от количества этих самых F5C и F5E. Была просто солянка лютая с обоих сторон США и Китай, и всюду F5C и F5E. И это, конечно, ужас, товарищ. Самолеты хорошие, но, играя со своими клонами в России, он не может себя хорошо реализовать. Это очень грустно. Попадая по низу БРа к премиуму самолету М-11С-3, я советую не лезть на рожон. Стараемся обойти толпу и подключиться к уже имеющейся свалке. Тут полно пары ракет, полно всеракурсных, так что ползем у земли и не высовываемся. Вообще, для воздушных РБ самолет мне понравился. Без фрагов я редко уходил. Обычно двух-трех всегда забирал. Последнее отмечу, это бесячая постоянная околозвуковая скорость. И из-за этого белого эффекта я зачастую не мог нормально прицелиться и пропускал возможность для атаки. Тут хоть ультра-лоу ставь. Если смотреть на его применение в совместных боях, то тут уже все немножко грустно. Ну, с одной стороны, у нас на эти Маверики, конечно, которые на таком самолете можно очень классно реализовать. А с другой, если мы эти самые Маверики, ну, на них если не набиваем очки, то бомбами и ракетами тут особо не поштурмишь. Баллистического вычислительного ни для ракет, ни для бомб тут нету. А на нашей скорости попробуй еще свою бомбу пристроить. Ну, конечно, если ты 2000 фунтов кинешь куда-нибудь, там точного падания особо-то и не нужно. То вот другие желательно точно пристроить. А на этом боевом рейтинге уже пал у нас ЗРК, да и как пролетаешь над полем боев, тебя начинают лететь отовсюду из пулеметов. Лучше, конечно, пользоваться Мавериками. Но Маверики, тут тоже надо еще уметь на них набить очки. На них набить надо достаточно много очков. Стоят они больше трех сотен за сам модуль, не считая самолета. Тут либо легкий танк брать и разведки делать, либо стараться набить большое количество очков. Но зато, если мы тут их набиваем, мммм, Маверики, если их кидать в крышу, дамаж достаточно неплохо. Тут же спору нет. Их можно наводить через прицел по целям. Правда, нужно знать, что эти Маверики не работают в ночных боях. Да, и с облаками могут возникать проблемы. Я лично советую наводить их все же от третьего лица. По квадратику прицеливания. Это самое адекватное решение будет, как по мне. Так мы видим больше. Не надо искать врага в прицеле. Да, и что-то мне кажется, так ракеты летят лучше. В общем, нажимая кнопочку «Пускай ракет воздух-воздух», появляется квадратик. Наводим, захват и пускаем. Хорошая штука. Подводя итог, я хочу сказать, что этот самолет прекрасен. И для воздушных, и для совместных боев. До второго случая, правда, придется постараться набить на Маверике. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.